Доброго дня, дорогие огородники, гости и подписчики моего канала. Вы узнаете, как можно применять правильно соду для подкормки малины, а также будут приведены еще несколько хороших способов использования соды на даче. Приятного просмотра. Соду на даче используют многие, хоть она и считается безопасной, но некоторые предосторожности при ее использовании все же нужно соблюдать. В общем, не нужно проявлять самодеятельности. Если использовать это слабо щелочной продукт, так сказать по науке, то тогда и никаких проблем не возникнет. Поэтому вносить ее нужно в меру, что грунт не стал слишком сильно щелочным. А вы знаете, как с помощью соды очень просто узнать кислотность? Вскопайте кусочек почвы на штык лопаты и посыпьте сразу почву содой. Наклонитесь и прислушайтесь. Если вы услышите характерное шипение, то почва у вас кислая. Если шипения нет, то пролейте немного уксуса. Эта реакция будет свидетельствовать о том, что почва щелочная. И тогда в данном случае подкормки из соды лучше не делать. А чтобы понизить кислотность, разведите 5 грамм соды в 10 литрах. И пролейте грядки. Сода отлично помогает в борьбе с различными паразитами на участке, особенно с теми, которые досаждают культурам. Так, на малине часто можно обнаружить много вредителей. Очень хорошо использовать смесь из муки и соды в равных пропорциях. Такой смесью нужно присыпать почву возле малины, а также на самой малине те места, где есть вредители. Также соду с мукой можно использовать и для борьбы с вредителями на других культурах. Малиновая муха более опасен именно данный вредитель. Он появляется, когда малина начинает цвести. Для борьбы с ним понадобится уже раствор. Сначала 1 столовой ложки соды нужно загасить небольшим количеством кипятка. А затем довести объем теплой водой до 1 литра. И именно таким раствором нужно опрыскивать малину, а особенно тщательно цветки и завези. После дождя такую процедуру нужно обязательно повторить. Если ваша малина страдает от такой муки, то обязательно делайте в период цветения и завязывания ягодок такую обработку. Вот так просто можно использовать соду. Главное, при корневых подкормках сначала проверить кислотность выше описанным способом, чтобы потом не было сюрпризов. А обработку по листве можно применять без опаски. Спасибо за просмотр. Была ли такая информация вам полезна? Напишите в комментариях, как вы еще используете соду на даче. Поддержите статью Лаком, подпишитесь на канал, можете поделиться полезной информацией с друзьями. Удачного вам урожая, до скорой встречи!